22 года фестиваль «Золотая маска» в России, 12 фестиваль «Золотая маска» в Эстонии. Сегодня завершается. Так случилось, что 15 октября прошлого года вы вступили в должность посла России в Эстонии. 16 октября уже были, наверное, на одном из первых таких публичных мероприятий, я имею в виду прием в Доме Братства Черноголового. Ну и хочется вопрос задать по Белинскому. Любите ли вы театр, так, как люблю его я? Александр Михайлович, любите ли вы театр? Я неравнодушен к культуре, поскольку культура по своей природе направлена на укрепление взаимопонимания, направлена на укрепление связей, а не на их разрушение, не на отчуждение друг от друга. Также, знакомясь с культурой соседних стран, своих соседей, особенно если мы говорим о наших странах, имеющих и большую долгую общую историю, мы ощущаем по-прежнему большую тягу друг к другу, большой интерес к более подробному ознакомлению с современной литературой, современным театром, современным кинематографом. Все это подтверждает тенденции наших обществ. Интерес друг к другу, желание больше знать друг о друге, знакомиться, что можно только приветствовать. Поэтому в этом смысле я большой поклонник культуры. Что удалось посмотреть в рамках этого фестиваля? Я посмотрел постановку по пьесе Дмитрия Крымова «Евгений Онедин своими словами». Я посмотрел спектакль постановки Андрея Могучева «Пьяные». Был на спектакле «Человек из ресторана», где главную роль играет Константин Райкин. Вчера я был на выступлении артистов Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии «Джекил и Хайт». То есть вы практически помнили программу? Практически, да. К сожалению, были моменты, которые не позволили полностью все посмотреть. Но посмотрел немало. Я считаю, что разговор о художественных ценностях того или иного спектакля впереди – это предмет обсуждения. Но, как я уже сказал, физически ощущаешь атмосферу праздника. В зале понимаешь лучше то приподнятое настроение, с каким люди пришли в зрительный зал, и с каким таким же настроением они выходят из зала, обмениваясь впечатлениями от увиденного. Это можно только приветствовать. Культура сближает? Однозначно, да. Что в этом плане? Может быть, какие-то перспективные проекты, которые предусматривают свои деятельности в посольстве? Важно. Этот год вообще выдался очень богатым на знаковые культурные события в наших двусторонних отношениях. Я упомяну и пребывание тысячи эстонцев в Петербурге с большой культурной составляющей выступления Анны Вески, выступления хоровых детских и взрослых ансамблей, в памяти и прошедший в июне в Нарве фестиваль под символичным названием «Мост дружбы». Сентябрь – фестиваль «Почувствуй Россию», прошедший здесь, на Ратушной площади. И, наконец, весьма богатый на культурные события – октябрь, когда мы имели возможность посещать мероприятия с участием российских театральных коллективов в рамках фестиваля «Золотая маска» в Эстонии. Но в эти же дни состоялись таллиннские встречи в Петербурге, в эти же дни состоялись обменные гастроли, когда в Таллинн приехал «Геликон опера», а в Москве выступила эстонская национальная опера. То есть, я бы так сказал, что планка в этом году была поднята очень высоко. Не так просто будет выдерживать такой же график и на будущий год, но это своего рода вызов для посольства, это вызов для обеих сторон сохранять достигнутое, повышать уровень того, что было. Я исхожу из того, что от нас ждут этого наши люди в обеих странах, и мы должны соответствовать этим ожиданиям. Поэтому задумки есть, предстоит немалая работа по реализации задуманного. Мы готовы к этому. Спасибо. Спасибо.